Вашему вниманию представляется тема «Определение КТК». Критические точки контроля. Определение критических точек контроля – это второй принцип системы ХАСП. Руководство комиссии Кодекс Алиментариус определяет критическую точку контроля, КТК, как этап, на котором контроль возможен и существенен для предотвращения или устранения опасных факторов для пищевых продуктов, или их уменьшения до приемлемого уровня. Точкой контроля может быть сырье, местоположение пищевого предприятия и его помещений, производственная практика, процедуры, методики, состав продукта или технологический процесс, где могут применяться меры, чтобы предотвратить или минимизировать воздействие опасных факторов на безопасность пищевого продукта. Следует заметить, что применяемый здесь термин «контроль» означает «находится под контролем», и его не следует путать с испытанием, проверкой или аудитом. Хотя применение надлежащей производственной практики, GMP, GHP, должно гарантировать, что при изготовлении безопасных пищевых продуктов под контролем находится много точек. Некоторые важные аспекты GMP, GHP должны быть проанализированы с целью определения являются ли они КТК. Когда в некоторой точке технологического процесса изготовления пищевого продукта или на этапе его изготовления существует высокая вероятность появления потенциально безопасных факторов, нужны специфические методы контроля. Если любой опасный фактор был идентифицирован на этапе, где для достижения безопасности контроль является необходимым, и если контрольного мероприятия не существует на том или ином этапе, тогда продукт или процесс должны быть модифицированы на этом, предварительном или следующем этапах для ввода контрольного мероприятия. Микроорганизмы могут уничтожаться нагревом, а их размножение может предохраняться или ограничиваться низкими или высокими температурами. Низкой влажностью, консервантами и другим. Остатками ветеринарных препаратов и пестицидами часто можно управлять, выдерживая определенное время между их применением и забоем скота, доением или сбором урожая. Визуальный осмотр, просеивание, применение металлических детекторов могут быть эффективными для контроля физических опасных факторов. Дерево решений. Определение критических точек контроля, КТК, можно упростить применением дерева решений. Примером такого дерева решений является дерево, включенное в документ комиссии Кодекс Алиментариус системы анализа опасных факторов и критические точки контроля, ХАСП, и указание по ее применению, указывающего подход на основе логического умозаключения. Применение дерева решений должно быть гибким и потребует ясного ума и учета вида операций, например, производство, обработка, хранение, распределение или другое. Несмотря на полезность этого дерева для объяснения логики и достижения глубины понимания, необходимого для определения КТК, оно может не подходить для всех операций с пищевыми продуктами, а потому пользоваться им следует с учетом профессионального умения, а иногда его следует видоизменять. Могут использоваться и другие подходы для определения КТК, основанных на анализе риска. Анализ идентифицированных опасных факторов Прежде чем определять КТК, рабочая группа ХАСП должна проанализировать общие перечни идентифицированных биологических, химических и физических опасных факторов с целью проверки. Все из идентифицированных опасностей полностью контролируются применением действующих процедур общих принципов пищевой гигиены Кодекс Алиментариус, надлежащей производственной практикой, GMP, или надлежащей гигиенической практикой, GHP, то есть существуют ли действующие меры предосторожности, которые проводятся систематически в плановом порядке и регламентированы в санитарно-гигиенических правилах и нормах, в системе технического обслуживания и ремонта оборудования, в процедурах системы качества на других системах управления предприятием. К предупреждающим действиям относятся, например, плановый контроль параметров технологического процесса производства, ремонт и техническое обслуживание оборудования, поверка и калибровка средств измерений, процедуры получения, хранения и транспортировки сырья, входящих ингредиентов и готовой продукции, процедуры борьбы с грызунами, применение консервантов соответственно GMP, подготовка водоцентрального водоснабжения для нужд пищевого производства, использование детекторов металла на производственных линиях, периодический контроль концентрации вредных веществ в рабочем воздухе, уборка помещений, правила личной гигиены персонала, обучение персонала, мытье, дезинфекция оборудования, инструмента и прочее. Более того, рабочая группа должна провести проверку на месте, чтобы убедиться, контролируются ли эти опасности действительно применением процедур, предусмотренных в GMP, GHP. Если эти опасности контролируются, следует составить отдельный перечень предупреждающих действий в виде, приведенной таблицы. Определение КТК. Опасные факторы, которые не полностью контролируются GMP, GHP, должны быть проанализированы для определения являются ли они КТК. После того, как опасные факторы идентифицированы и контрольные, предохранительные, меры рассмотрены, рабочая группа должна определить критические точки контроля. Она должна исследовать весь процесс изготовления пищевого продукта от сырья до конечного потребителя и относительно каждого идентифицированного опасного фактора на каждом этапе ответить на следующие вопросы. 1. Может ли опасный фактор попасть в продукт через сырье? Если да, то возможно, что он останется на исходном уровне или увеличится до недопустимого уровня. 2. Является ли рецептура, состав сырьевых материалов, критической для безопасности продукта? 3. Делает ли исследуемый процесс конечный продукт безопасным, уменьшая опасный фактор до допустимого уровня или препятствуя его увеличению до опасных уровней? 4. Возможно ли на этом этапе попадание опасного фактора в пищевой продукт с производственной линией или окружающей среды? Если да, то останется ли этот опасный фактор на исходном уровне или возрастет до недопустимого уровня? Дерево решений предусматривает последовательные ответы на систематизированный перечень из четырех вопросов, предназначенных для объективного оценивания требований установления КТК для контроля идентифицированного опасного фактора в рамках конкретной операции технологического процесса. Последовательность вопросов 2 и 3 можно переставить, при этом логический подход к определению КТК не изменится. Для облегчения применения дерева решений, например, может быть составлена таблица, которая заполняется в результате применения дерева решений. В ней задокументирована вся надлежащая информация. Эта таблица будет служить информационным материалом и может использоваться для проверки того, почему определенная операция процесса была или не была обозначена как КТК. Дерево решений для КТК Дерево решений для установления критических точек контроля можно несколько видоизменить, объединив на одном рисунке вопросы относительно исходного сырья, состава, рецептуры, как готового продукта, так и промежуточных полуфабрикатов, а также этапов, операций, технологического процесса изготовления пищевого продукта. Вопрос 1 и 2 касаются сырья, а вопрос 3 и 4 – этапов технологического процесса. При определении опасных факторов акцент делается на идентификации опасных агентов, которые могут попасть к потребителю, если они ненадлежащим образом управляются, контролируются. Этапы производственного процесса. Чтобы определить является ли специфическая рецептура, состав, пищевого продукта, этап технологического процесса, местоположение пищевого предприятия и его помещений, производственная практика и процедуры, методики, рабочая группа ХАСБ должна ответить на вопрос 3 и 4 для каждого этапа производственного процесса. Вопрос 3. Важна ли рецептура, состав или структура, полуфабрикатов, готового продукта для предотвращения увеличения идентифицированного опасного фактора до недопустимого уровня? Рабочая группа ХАСБ, используя соответствующие технические данные, например, PH, активность ВДАОБ, температуру, содержание и типы консервантов, отвечает на этот вопрос для каждого этапа технологического процесса. Если, например, уровень PH является критическим для ограничения роста чластридиум батулином в пастеризованном молоке, а ответом является «да», то кислотность среды становится критической точкой контроля. Если ответ «нет», то любой этап, который изменяет кислотность продукта, не является КТК. Вопрос 4. Возможно на данном технологическом этапе попадание или рост идентифицированного опасного фактора до недопустимого уровня. Рабочая группа, используя схематический план производства, производственное движение продукта и схемы движения работников в рамках предприятия с обозначением размещения технологического оборудования и результаты исследования производственной линии, должна определить, может ли непосредственное окружение обработки продукта, люди, оборудование, стены, потолки, дренажные стоки, сырьевые материалы, содержать идентифицированный опасный фактор и загрязнить изготовляемый пищевой продукт. Она должна рассмотреть и такую возможность, при которой ни один отдельный этап технологического процесса не позволит опасному фактору увеличиться до уровня, превышающего допустимый, но это не может произойти на последующих этапах. Идентификация КТК В приведенной форме идентифицируют критические точки контроля. Каждую критическую точку контроля можно идентифицировать, обозначать, буквенным кодом КТК и цифрой с буквой B, H или F для биологического, химического или физического опасного фактора соответственно. Например, первая идентифицированная критическая точка контроля, которая будет контролировать биологически опасный фактор, будет обозначена как КТК-1B. Если вторая идентифицированная критическая точка контроля будет контролировать химически опасный фактор, то ее записывают как КТК-2H. Если пятая критическая точка контроля будет контролировать как биологический, так и химически опасный фактор по той же технологической операции, ее обозначают как КТК-5BH. КТК на блок схеме. После определения всех критических точек, их идентификации и заполнения формы обозначения критических точек контроля можно нанести на блок схему производства, придав ей законченный вид как показано на слайде. КТК в картах идентификации опасностей Идентифицированные КТК отображаются также в картах идентификации опасностей. Предельные значения КТК В каждой критической точке контроля КТК определяют и устанавливают предельные значения. Предельные значения определяются как критерии, отделяющие допустимые и недопустимые значения. Предельные значения представляют границы, свидетельствующие об изготовлении безопасного продукта на данной операции. Иными словами, предельные значения – это максимальные или минимальные значения, по которым биологический, химический или физический параметр должен контролироваться в КТК для предотвращения, устранения или уменьшения до допустимого уровня опасности в пищевом продукте. Предельные значения могут устанавливаться для таких факторов, как температура, время, минимальное время воздействия, физические размеры продукта, водная активность, ААБ, уровень влаги, PH, титруемая кислотность, концентрация соли, органолептическая информация, запах и внешний вид, и т.д. Эти параметры, удержанные в надлежащих границах, подтверждают безопасность продукта. Предельные значения должны удовлетворять требованиям правительственных технических, технологических, регламентов или стандартов и поддерживаться другими научными данными. В некоторых случаях официальные контрольные органы в пищевой отрасли предоставляют необходимую для установления предельных значений информацию, исходя из известных пищевых опасностей и результатов анализа риска, например, требования к температуре и времени для таких тепловых процессов, как пастеризация, термическая обработка, максимальное количество и размер контоминантов, остатков химикатов. Важно, чтобы ответственные за установление предельных значений лица имели глубокие знания о процессе. Источниками информации о предельных значениях могут быть научные публикации и данные научных исследований, обязательные требования и установки, эксперты, например, органы, регулирующие вопросы, связанные с процессами термической обработки, консультанты, ученые, микробиологи, производители оборудования. Если нужны для установления предельных значений информации не существует, следует выбирать более жесткие значения или использовать обязательные значения. Обоснование и используемые материалы в форме ссылок должны быть документированы. Эти материалы являются частью документации в поддержку плана ХАСП. Установленные предельные значения протоколируют в форме вместе с описанием этапа процесса, номером КТК и описанием опасного фактора. Рабочие значения. Предельные значения в КТК не следует путать с рабочими значениями, которые устанавливаются по другой причине, чем безопасность продукта. Если мониторинг свидетельствует о тенденции к недостаточности контроля в КТК, операторы могут предпринять действия по предупреждению потери контроля в КТК до момента превышения предельного значения. Точка, в которой операторы принимают такое действие, называется рабочим или эксплуатационным значением. Часто рабочие значения являются жесткими и устанавливаются на уровне, которого можно достичь к моменту нарушения предельного значения, то есть они должны предотвращать отклонению от предельных значений. Процесс может вызвать регулирование, когда превышается его рабочее значение. Такие действия называют регулирование процесса. Обработчик должен использовать эти регулировки для предотвращения потери контроля. Благодарим за внимание.